Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас Samsung Galaxy G3, G320. Получается вот он заблокирован под Google аккаунт. Данный способ является универсальным. Короче, подойдет для телефонов версии андроида, у которых 5 или 6. Значит, вот подойдет точно для G5 570 и G3 G320. Нам нужно будет иметь эти три файла. Вот они вот так вот называются. Android 5 Google аккаунт менеджер АПК. Это для пятого андроида. И Android 6 Google аккаунт для шестого. Комсика 524 Android Quick Shortcut для разблокировки. Значит, на данном телефоне у нас Android 5. Если я буду ставить Android 6, он у нас не будет ставиться. Поэтому я буду стоять только Android 5. Если же у вас Android 5 не сработал, будете качать Android 6 и пробовать. А если у вас Android 7, то я не знаю. Попробуйте, вдруг вам поможет эта инструкция. Значит, вот она флешка наша. На нем стоят наши три файла, которые я вот скачал. Можно будет пользоваться флешкой и с нее уже устанавливать готовые файлы. Или я сейчас покажу универсальный способ. Если у вас, например, нет флешки или что-то подобное, будем скачивать эти файлы со специального сайта. Если же данный сайт не работает, тогда мы будем пользоваться флешкой. Для начала рассказываю способ для G5, G5 Prime. Как войти в Google. Нам нужно войти в Google в любом телефоне. Когда мы уже войдем в Google, то есть Google Chrome, например, все. Дальше способы разблокировки у телефонов одинаковые. А способы входа до Google у всех разные. Например, у G3, у G5 они разные. Поэтому я сейчас объясняю для G5. Значит, у нас вот встал на этом моменте. Мы нажимаем сюда на значок шестеренки и у нас вылазит еще один. Сюда нажимаем еще раз и переходим на размер клавиатуры. Мы сюда что-то вписываем. Вот вписали что-нибудь. Нажимаем, держим. То есть нам нужно выделить. Выделяется. И вот здесь у вас появится три меню. У меня сейчас данного меню нет, потому что у меня G3. А у вас будет G5. Именно какое меню? Там будет написано Google. Вы нажимаете на этот Google и у вас появится Google. У вас по мере, когда будет открываться Google Now, у вас будут вопросы. Вы должны будете все время отказываться. Нет, там нет, нет. Открыли Google Now. Здесь вы должны написать YouTube. Вот YouTube. Нажимаем на YouTube. Сейчас совсем не так будет у вас. Там у вас чуть-чуть по-другому будет. Строчка YouTube. Вы нажимаете на YouTube. У вас сразу откроется вот так вот YouTube. Значит, нажимаем на три кнопочки. Далее нажимаем на конфиденциальность. И у нас опять идет запрос. Выбирайте Chrome. И тогда вы переходите на YouTube. И вот вы перешли на Google Chrome. Ну, а теперь способ для Samsung Galaxy G3. Значит, здесь вводим какой-нибудь знающий аккаунт Google. Ввели логин. Вводим непонятный пароль. И он у нас сейчас скажет неправильно пароль. Возвращаемся. Значит, выделяем вот наш логин. Нажимаем кнопку назад. И резко три раза нажимаем кнопку домой. Включается TalkBack. У вас могут появиться какие-то уроки. Все это закрываем. Никакие уроки нам не нужны. Все. Так, теперь нажимаем вот так вот. Вот так надо дернуть, чтобы появилось одно меню. Вот. Появляется вот такое меню. Далее выбираем настройки TalkBack. Вошли. Входы делаем. Вот, например, мы выделили и двойное нажатие. Теперь отключаем мы. Значит, три раза нажимаем. Отключаем этот TalkBack. Все. Теперь переходим на политика конфиденциальности. И здесь мы выбираем Google Chrome. Так, здесь нажимаем продолжить. Здесь выбираем и пропустить. Все. Мы Google Chrome открыли. Здесь начинаются у нас одинаковые дальше функции разблокировки. Как на G5, так и на G3. Все. С этого момента мы продолжаем одинаковыми инструкциями. Далее вы переходите на мои файлы. Пишите мои файлы. Скачивайте какой-нибудь файл менеджер. Входите в флешку. Из флешки устанавливайте эти три приложения. Если же вы этого не хотите делать, то рекомендую вот такой вот сайт. Перейдем на специальный сайт. Пишем root. ЖИ. Вот. Женки. СДК. Вот он. Вот он данный сайт. Нажимаем на нее и входим. Опять же здесь нажимаем нет. Все. Перешли на данный сайт. Далее переходим. Вот здесь у нас есть Apps. Вот мы находим папку Apps. Переходим. Далее нажимаем на FRP. И вот здесь сейчас будут те три файла, которые мы скачивали. Вот он. Android 5, Android 6, Google аккаунт и ComSica 524, как я и отмечал на листочке. Если у вас G5, вы качайте. Если у вас Android 6, вы качайте Android 6. Если у вас Android 5, вы качайте Android 5. И ComSica обязательно в двух телефонах. Значит, вы можете оба файла скачать. Какой вам подойдет, вы будете сами пробовать. Я скачиваю Android 5, Google. Все. У нас пошло скачивание. Мы ожидаем. И вот когда наш файл скачается, вот выходит вот такое вот сообщение. Файл данного этого типа может причинить вред. Короче, игнорируем это сообщение и нажимаем на ОК. Нажимаем на Открыть. И настройки. То есть мы ее должны сейчас установить. Если, например, у вас Android 5, сейчас как у меня, вы будете ставить Android 6. То есть файл Android 6. Вот второй. То у вас будет ошибка. Ошибка анализа пакета. Значит, вам нужно качать Android 5. Все. Готово. Нажимаем. Теперь далее. ComSica 524 качаем. То же самое. Нажимаем ОК. И ждем. Когда она скачается, сейчас опять вылезет сообщение. Вот. Нажимаем Открыть. И опять же настройки. Убираем неизвестные источники. ОК. Установить. Устанавливаем данный файл. Так, после того, как мы установили данное приложение, открываем. И ищем аккаунты Google. Чуть-чуть подождем. Видите, открываются все приложения. Вот. Ищем аккаунты Google. Значит, на А начнется. Вот. Аккаунты Google. Нажимаем. И у нас раскрывается список. Значит, нам нужно найти аккаунты Google, где EDL. Вот. Аккаунты Google. И внизу написано EDL. Login Activity. Нажимаем. Далее. Посмотреть. Здесь нам уже понадобится сейчас сработающий или действующий аккаунт Google. То есть, вход в браузере сейчас нажимаем. Нажимаем ОК. Я здесь вписываю работающий аккаунт. Так, нажимай Далее. Вписывай пароль. Али, перейти. Все. Ожидаем. Все. Теперь просто перезагружаем наш телефон. Так. Наш телефон загрузился. Русский язык у нас по умолчанию выставлен. Нажимаем Далее. Нажимаем Далее. Принять. Далее. Принять. И все. Ожидаем. Вот. Аккаунт добавлен. Сам по себе это все вышло. Нажимаем Далее. Опять ждем. Значит, не восстанавливать. Данный аккаунт у меня работает на нескольких телефонах. Поэтому выберите устройство. Мы ничего не выбираем. Не восстанавливать. Пропустить. Значит, ничего не сохраняем. Все птички убираем. Нажимаем Далее. Так. Вот. Наш телефон запустился. Как бы мы его разблокировали. Но это дело еще не завершено. Далее мы должны будем перейти в настройки. Для того, чтобы полностью завершить нашу работу. Далее переходим на обустройстве. Сведения ОПО. Далее переходим на номер сборки. И нажимаем ее. Вот здесь видите режим разработчика. Или вы стали разработчиком. Нам это и нужно. Нажимаем Назад. Назад. Разрешить разблокирование предусмотрено производителем ОЕМ. Вот у вас он будет отключен. Мы ее включаем. Ок. Ее включаем. Нажимаем Назад. Еще раз Назад. Так, подождите. Нет, не Назад. А здесь будет архивация и сброс. Далее нажимаем Сброс настроек. Или Сброс данных. Лучше Сброс данных нажмите. Нажимаем Сброс данных. Далее Сброс устройства. Удалить все. Все. Опять же ждем полной загрузки телефона. То есть телефон сейчас перезагрузится и снова будет грузиться. Так, прошло около 10 минут. Наш телефон снова загрузился. Нажимаем Далее. Так, Wi-Fi можно уже отключать. Нажимаем Далее. Видите, кнопка Далее у нас уже активна. Хотя и сети еще нет. То есть телефон полностью разблокирован. Полностью очищен. Лишних вопросов нет. И только нажимаем Далее. Вот и все. Наш телефон полностью очищен. От аккаунта, от блокировки. Надеюсь данное видео вам будет полезен и понравилось. Если понравилось, поделитесь. Ставьте лайки. Всем пока.